Телекомпания Privat TV Продюсерский центр Cheese Представляют Здравствуйте! Сегодня в программе Нарушение санитарных кордонов послужило причиной начала очередной франко-прусской войны Самый башковитый наездник, всадник без головы, который, несмотря ни на что, не вешает голову, поделится своими размышлениями Неугомонный Олимпийский комитет придумал очередной олимпийский вид спорта – спортивную лень Подробнее об этих и некоторых других событиях мы и поговорим в этом выпуске программы «Не время», потому что в другом выпуске будут уже... В другом выпуске будут уже другие события, и говорить об этих событиях будет уже не время Я вас любил Любовь еще быть может Душа моей угасла не совсем Ну пусть она... Сейчас, подожди, ну пусть она... Кто здесь? А почему нет у меня новых новостей? Где мои новости, а? Спасибо Итак, буквально вчера весь мир облетело известие о начале очередной франко-прусской войны Как только мирные французы, выключив свет, на своих кухнях легли спать, началось вторжение, в результате которого были захвачены все буфеты, хлебницы и даже щели в паркете Подробнее об этих событиях в репортаже нашего корреспондента Ивана Франко-Прусса, которому я и передаю этот микрофон О, мерси Окупировав большую часть страны, непрошенные гости, не боясь ни тапков, ни отравы, примеряют на себя роль хозяев Вальяжно расположившись в домах французов Ситуацию в театре военных действий комментирует начальник французского штаба генерал-майор Скажите, господин майор Генерал... О, он вам, он генерал Скажите, месье генерал, где состоялась первая встреча с неприятелем? Эта коричневая чума появилась здесь, здесь и, что самое страшное, здесь То есть, близ Парижа, Меца и Седана? Нет, именно здесь, здесь, вот у нас один заполз, и здесь, на этом столе Каковы же их цели? О, эти усатые дьяволы хотят захватить весь мир, каждый дом, каждую крошку, каждый укромный уголок Как же им удалось перейти границу? Так вот дьявол, скатитрисы, они сидели в чемоданах дипломатической миссии Хотя сам канцлер Оттофон Насморк клялся, что они едут исключительно с мирными целями И какого же рода операции вы предпримите в ближайшее время? Хм-хм-хм-хм, здесь немножко берем, потянем Мон, генерал, я не об этих операциях Что касается планов генерального штаба, то мы будем дарить прорусаков прямнейшие возможности А у нас богатый арсенал средств Газовые атаки Заградительные линии И наше новое секретное оружие пресса тоже пойдет в гост Вот видите, сколько бы нашей территории не захватили эти паразиты Мы сотрем их с лица земли И самое это пятно сотрем с лица нашей истории А сейчас, простите, мне пора наступать Наступать! А, наступать! 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 И еще раз наступать! Да, война французов с прусаками продолжается Втягивая в борьбу все новые и новые города, отели и кухни Все тактические хитрости не дают желаемого результата, разбиваясь о полное превосходство прусаков в живой силе Наступать! И технике! Наступать! Наступать! Вот, вот, наступать! А значит, говорить об окончательной победе еще не время Любит, не любит Любит, не любит Здравствуйте! Вы только никому ничего не говорите Но у нас появился всадник без головы Все началось с того, что молодого Генри Пойнт Экстера окончательно замучила дикая мигрень Доведенный до отчаяния, Генри совсем потерял голову Одолжил раскольников от опор и одним взмахом воплотил давнюю мечту всех больных на голову И вот сегодня мы пригласили в студию то, что от него осталось Скажите, Генри, как самочувствие? Ой! Можете не отвечать Прекрасные! У меня теперь все по-другому Никакого насморка, никакой перхоти или, скажем, кариеса Лысины не грозит Лапшу вешать некуда Заговаривать нечего Везет же некоторым Ну да, на голову мне не сядешь В глаз не дашь Нос не разобьешь Ну и масса других преимуществ Поразительно, вы знаете Просто слюнки текут А слюнки не текут Так что у меня сегодня, можно сказать, второй день рождения Да? Поздравляю! Можно я вас за уши? Ха-ха-ха-ха-ха! А тут еще за мою голову и солидную награду объявили Так что я еще и заработал В общем, я вижу, у вас все замечательно Да! Теперь я иду по жизни, можно сказать, высоко подняв голову Ну вы знаете, это не то чтобы неудобно Ну как-то вот непривычно А я привык Нет, конечно, есть свои минусы Вчера, например, хотел повеситься Вот понимаю Но труднее всего мне было научиться говорить Да-да-да, слушайте Вот это как раз и самое интересное Как же у вас это получилось? Через как? Секрет фирмы А-а-а! А-да-да-да-да Ну что же, надеюсь, поголовье, то есть популяция всадников без головы будет расти и дальше Однако перекладывать все проблемы с больной головы на безголовое тело еще не время Любит Не любит Положите сюда, пожалуйста Ой, нет, вот сюда, пожалуйста Нет, лучше все-таки сюда, пожалуйста Спасибо Любит Не любит Любит Вот и все основные неновости на сегодня А вас ждут еще Неновости спорта И непогоды Так что расслабляться Еще не время Здравствуйте Тем, кто смотрит нас не в первый раз, напоминаем Что совсем недавно Олимпийский комитет решил, что практически все на свете можно делать выше, быстрее, сильнее И вот буквально вчера к нам пришло известие о совершенно новом виде спорта Олимпийская лень И у нас в студии лучший ленивец нашей страны С.И. Облом Скажите, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Было лень придумывать длинные имена, ну обычные Ага, можно было бы даже сказать, что любовь к лене я перенял с молоком матери Если бы мне не было лень, его принимаю А скажите, вот каковы правила этого, я говорю, каковы правила Да Этого абсолютно нового вида спорта Ну я не знаю, мне было постоянно лень их учить А как же вы соревнуетесь, не зная правил? А зачем мне знать? Я же их никогда не нарушаю Почему? Почему? Лень, ну что вы, пристали, ну? Э, у меня еще куча вопросов, подождите Значит, такой вопрос Эй, СИ, вставай! Ах ты, СИ Зачем? Что вы делаете? У нас Эфия! Вставайте! Вставайте! Да, я смотрю, вот вы делаете, ну, поразительные успехи Ну конечно, у меня же черный пояс, а ведь еще год назад я носил белый О, а как вам это удалось? Ну просто лень постирать Да, с такими-то данными, как же вы не стали чемпионом мира? Чемпионом мира Лень Подождите, не высыпать! Пожар! 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 Где? Эх, вон там Там Спасибо Посмотрите, какая сексуальная девушка! Странно, что это она голая в студии делает Голая? Вот с вашими вот такими вот замашками вы никогда не сможете стать президентом Ну, понимаешь, что... Подождите, ну, ну, эй, эй, а ну не спать! Не спать, ну, ну не спать, у меня же эфир, мне же еще два вопроса задать Не спать, говорю я А вот скажите, вы не собираетесь останавливаться на достигнутом? А скажите, верите ли вы в развитие этого вида спорта? А может, пора закругляться? До следующего спорта! Ой! Здравствуйте! Итак, что же ожидает нас завтра? Идя навстречу тысячекратным просьбам нашего правительства В рамках предвыборной агитации Мы продолжаем вселять оптимизм в народные массы Итак, завтра ожидается, что по всей стране начнется внезапное понижение цен На Западе резко подешевеют бензин и овес На Востоке рис, на Ближнем Востоке мацан И только мировая цена на сало, к сожалению, останется неизменной В центре очень подешевеет недвижимое и движимое имущество Однако впечатление будет смазано, потому что еще больше подешевеют спички и зажигалки И другие детские игрушки Очень подешевеют на юге секс по телефону Практически по всей стране подешевеют и без того дешевые трюки Но большого распространения они так и не найдут Так и не найдут Потому что у нас этих клоунов Итак, фракции 10-15 10-15 Очень подешевеют наемные киллеры С 1-го 30-го октября каждый третий выстрел будет бесплатный А каждый шестой контрольным Но самым главным подарком нашему народу Станет создание отечественного аналога американской игрушки Йо-Йо Под названием Йо-Ма-Йо Йо-Ма-Йо Теперь по цене одного Йо-Йо Можно будет купить целых 10 Йо-Ма-Йо Наконец, на следующий день Резко подешевеют золото и бриллианты Одежда и обувь Меха и многое другое Я сказала Золото и бриллианты Одежда и обувь Меха и многое другое Ну вот Одним словом я, наверное, увольняюсь Хотя все-таки до следующих прогнозов На всякий случай Бай-бай Ну что же, наш выпуск подошел к концу Ой, а можно мне принести еще одну новость? Мы вновь встретимся с вами через неделю А это значит, что переключать телевизоры на другой канал Еще не время Давайте титры, что ли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok